ПАСМУРНЫМ АВГУСТОВСКИМ УТРОМ ПАСМУРНЫМ АВГУСТОВСКИМ УТРОМ ПАСМУРНЫМ АВГУСТОВСКИМ УТРОМ И вместе с этим криком простой человек на 7 дней превращается в Бёрнера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Привет, люди! С вами Сова и это Open Mind программа «Грин Прорыв». It's unbelievable! Мы стали бёрнерами. Сегодня первый день нашего пребывания в лагере, и я вам так скажу, это самое лучшее место на планете. В могучем и богатом нет существительного, дабы описать всё происходящее, поэтому я, Сова, буду вам всё показывать. Я дышу песком, смотрю на песок, обнимаю людей в песке и радуюсь ему как никогда в жизни. Государство Блэк-Рок занимает огромную территорию. Пешком только к соседям за солью или хлебом. Копнув историю, я выяснила. Раньше на этом месте было озеро Лаунтан. Раньше это 18-7 тысяч лет до нашей эры, в ходе последнего ледникового периода. На сегодняшний день пустыня известна благодаря залежам гипса и проведению ежегодного фестиваля «Горящий человек». Бёрнеры ездят на велосах и машинах-мутантах. Все самые неординарные люди планеты приехали именно сюда. Меня удивило то, что каждый из этих людей здоровался со мной, как будто мы уже полгода живём одной большой семьёй. Фестиваль стартует каждый год в последний понедельник августа в 0 часов 1 минуту. Окончание – первый понедельник сентября. День труда – официальный праздник в США. Наверное, тут логично спросить о традициях фестиваля. Знаете, это слово не очень подходит к Burning Man, ибо фестиваль каждый год стихийно возникает ровно на одну неделю. Всё происходящее каждый раз удивляет, захватывает дух и не является запланированным. За долгие годы существования Burning Man сформировал 10 принципов своей философии. Каждый может стать частью Burning Man. Мы приветствуем и уважаем незнакомцев. Burning Man основан на обмене своеобразными подарками. Преподнося кому-то подарок, мы поощряем ответный ход, но не требуем его и не настаиваем на том, чтобы получать в ответ нечто равноценное. На территории горящего человека запрещена торговля. Burning Man существует ради того, чтобы индивидуальность каждого была раскрыта лишь собственным, уникальным образом. Поэтому мы не навязываем никому свои технологии, методы, жанры, идеи и содержания. Каждый волен создавать то искусство, которое хочет, используя свои материалы и средства. Создатель должен уважать права и свободу окружающих себя людей. Покидая пустыню, мы должны ликвидировать любые физические сды нашего пребывания здесь. Мы должны оставлять пустыню в еще большей чистоте, чем до того, как прибыли сюда. Вы, наверное, думаете, я загоняю? Неа, это реально так. 50 тысяч офигительных, неординарных, открытых людей. Я в раю? Нет, тут круче. Каждый человек, которого я встречала, был либо голый, либо голый в полупрозрачном комбинезоне, либо в костюме Супермена, либо на велосипеде, похожем на цветочную клумбу. Я, в общем-то, не думала, что будет так. Совсем не предполагала. То есть фотографии, которые я смотрела до этого, абсолютно не передают того и той атмосферы, которую здесь создали люди. Сами создали, они отдают эмоции. Они все радостные, счастливые, улыбчивые. Ты заряжаешься всем этим. Я очень-очень рада, что я сюда попала. И, честно говоря, мои ожидания просто превзошли все мои возможности. Не знаю, сегодня мы ходили в обычной одежде, потому что у нас не было костюмов, к сожалению. Как-то уж совсем не очень было на самом деле. Но при чем мы видели парня и девушку, которые ходили? Она была чуть ли не в вечернем платье, а он был в смокинге. На фестивале Burning Man ты не можешь быть созерцателем. Каждый должен внести свою лепту в этот праздник. Поэтому через какое-то время я вернулась в лагерь вносить эту самую лепту. Я застала ребят как раз в момент создания, то есть наполнения зеленого шара живительным воздухом, который позволит ему подняться высоко-высоко. Именно он служил для нас ориентиром. В таком обилие арт-объектов, машин-мутантов и палаток легко заблудиться. Давай-давай. Давление у Диснинсерка, написано 3-4, что это давление, это полос. Процесс несколько затянулся, и на меня снизошло вдохновение. И я решила оформить мысль в виде строчек в своем дневнике. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Арт-объекты как разноцветные конфеты, вкусные, красивые, такие привлекательные. Удивительно, все это создано человеческими руками. Кто бы мог подумать, что в пустыне за тысячу миль от цивилизации может быть так круто и так весело. Счастье в чистом виде. Гигантская игровая площадка, где резвятся взрослые дети. Сюда приезжают скульпторы, дизайнеры, музыканты и... А вот сейчас самое интересное. И менеджеры холдингов, и очень известные художники. Конечно, вы вряд ли их вычислите. Представьте, какой костюм придумает себе Стив Джобс. А в этой машине, возможно, Алекс Грей. А вот этот арт-объект, возможно, создан руками Дэвида Линча. Но эти люди никогда не признаются в том, что посещают Burning Man. Поскольку, возможно, это единственное место, где они могут быть самими собой, релаксировать и наслаждаться жизнью. Хочу познакомить вас с нашим соседом. Его зовут Мануэль, и он родом из Словакии. Мануэль – актер. Учился во Мхате. А скажи, пожалуйста, Burning Man, что это для вас? Burning Man был всегда так далеко, как недостижимый эксперимент по тому, как можно убежать из большого города, узнать лучшую природу, себя. Все мои друзья были в шоке от идей поехать на Burning Man. Они отговаривали меня, заставляли читать всякие страшилки про Black Rock. Почему все эти люди здесь? У каждого своя причина. Для меня это просто повод сойти с ума и перестать заботиться о повседневных скучных делах. Это своеобразный побег из большого города. Для меня это бесценный опыт. Новая культура, новая тусовка, люди. И чем дольше я здесь, тем больше единомышленников я нахожу. Теперь мне не удастся заскучать в Лос-Анджелесе, ведь вся эта толпа будет со мной там. У нас общие мысли и идеи, и это очень здорово. Спасибо. Так много людей здесь у нас同じ идею. Спасибо. Странные скульптуры, невообразимые композиции – все это создает сюрреалистичную атмосферу. Но самое удивительное – все эти богатства ровно через неделю уничтожаются самими Бернерами, при условии, что продукты горения от арт-объектов не являются токсичными, то есть сжигается все деревянное. Ну а пока она живет и радует глаз, каждый может не просто созерцать это чудо, а внести свою изюминку. Я вновь села на своего ритьевого железного коня и рванула бороздить Бернерскую планету. Выражение «мы тут зажжем» более чем актуально. Конечно, вряд ли кто-то оценит знак анархии на розовом зайце, но приделать ему второй хвост вполне возможно. К песчаным бурям тоже привыкаешь, и это еще более усиливает сюрреалистичность происходящего. Ты можешь пройти мемолагеря и даже не догадываться о том, что там в палатке готовят себе завтрак Джим Джармуш. Существование Бернер Мэн оправдано лишь в том случае, если люди, приехавшие сюда, получают уникальный опыт обитания в экспериментальном сообществе равных, свободных и творческих индивидуальностей. Уникальный подарок сообществу – это уникальное искусство, исходящее от каждой индивидуальности, работающие наедине или в группе. Принципы Бернер Мэн основаны на творческом соучастии и объединении в свободные союзы. Мы создаем, пропагандируем и защищаем социальные сети, общественные территории, работу в искусстве и коммуникационные технологии и методы, с помощью которых достигается это творческое соучастие и образуются свободные союзы. Про прошлые фестивали Бернер Мэн говорят много, но чаще всего между дометиями. Тут и там я слышала, как люди при встрече говорили друг другу, «О, привет, я тебя помню, ты был на прошлом фестивале в оранжевой шляпе и на ходулях, где же они сейчас?» «Да, точно, а ты...» «А, погоди, погоди, это ж твоя машина была сделана из дерева и передвигалась исключительно при помощи толкающих добровольцев». Впечатления моих друзей, уже побывавших в Неваде, тонны пересмотренных фотографий и зачитанный до дыр форум фестиваля – все это сложилось в моей голове, образовав своеобразную кальку, которую захотелось приложить к реальности. Что я могу сказать? Да ничего, только «Ах, ох, да ладно, вау!» Никакие красноречивые рассказчики, никакие профессиональные фотографы и никакие видео из интернета не передают атмосферу фестиваля. Здесь «Бернин» любовь, «Бернин» креатив, «Бернин» искусство и «Бернин» радость. Теперь мне снятся только яркие, красочные сны, и так будет продолжаться весь год. А с кучей песка у меня отныне только одна ассоциация – куча счастливых людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стрель «Бернин» происходит в пустыне Black Rock City. А вы сами понимаете, что в пустыне необходимо как-то выживать. Здесь есть несколько правил. Первое правило – необходимо иметь два комплекта одежды. Один летний, второй синий. Это нужно для чего? Днем здесь до плюс сорока, а ночью может быть и минус. Поэтому днем необходимы летние открытые одежды, а ночью что-то потеплее. И обязательно иметь зимнюю шапочку. Необходимо иметь обувь, который вы точно не пораните ногу. Потому что если натрете, и будет ранка, щелочные пески будут ранку разъедать, будет крайне неприятно. Еще один момент – какие-то защитные средства от этого палящего и сурового солнца. Но на самом деле все не так жестоко. Если подходить с умом, то все будет в порядке. Мы сейчас дойдем до нашего лагеря. Я вам покажу наш набор «Бернера». Потому что мы подготовились. Пойдемте. У каждого участника акции «Грин Прорыв» есть свой особый набор «Бернера». Друзья, знакомьтесь. Идейный вдохновитель лагеря «Грин Он Эйр» наш колокольчик – Ольга Яковлева. Олечка, покажи, пожалуйста, набор, с которым любой человек выживет в этой пустыне. Ну, что нужно? Нужны очки. Потому что, чтобы что-то видеть. Обязательно нужен ресторатор. Как на «Драман Бейс Рейм». Вот так ты становишься на пятачках. Похоже. Обязательно нужен рюкзак. Потому что расстояние нехилое. Сходить нужно много. Все сразу нахуй с собой. Что там еще есть в этом супер-рюкзаке? Запасные очки. А почему такие двойные? На дневное время. На дневное и на вечернее. Нет, на ночное время, потому что основное происходит ночь. Нужны влажные сосветки, потому что воды нет. Мыться негде. По стерушке не устроишь. По стерушке не устроишь. Ты хочешь весь вот такой вот пыльный. О, это действительно важная вещь. Очной фонарик. Чтобы тебя не сбил велосипедист. Чтобы тебя не сбил велосипедист, и ты видел, куда ты идешь. И он даже включается. Я знаю, там два режима. Сильный режим, слабый режим. Не работает. Обязательно нужна шапка. Потому что очень холодно ночью. Носки. Носки. Потому что ночью опять-таки очень холодно. Еще куча подарков, которые мы обмениваем с другими участниками. Нам что-то дарят. Что нужно еще? Команда единомышленников. Людей, которые не боятся открывать что-то новое. Желательно свой диджей. И все будет unbelievable. Круто. Я тогда беру и... Спасибо. Добрый путь. Добрый путь. Доброго дня. К песчаным бурям тоже привыкаешь. И это еще более усиливает сюрреалистичность происходящего. А Бернерская планета – место для самовыражения. Каждое good morning, каждый участник, каждый вдох и яркий перформанс. В этом космическом месте ты настолько заряжаешься энергией сотворения, что ноги сами пляшут, а руки рисуют. Сегодня только первый день, а впечатление уже на всю жизнь. С нетерпением жду, что же Бернер Мэн подарит мне завтра. Спокойной ночи. Смотрите в следующей серии «Грин прорыва». Загадочная русская душа и пытливый ум создали нечто невообразимое – матрешка. Обитатели пустыни Блэк-Рок штат Невада с радостью принимали участие в раскрашивании главной русской девушки из дерева. Теперь все open-mind and positive people знают, что такое матрешка, балалайка, сова и первый альтернативный. Редактор субтитров А.Семкин